Малюк Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Лунева Анна Петровна. Я городской педиатр нашего героического города Одесса и директор центра Резника, который расположен на Дворянской, 10. Со мной сегодня присутствует еще и работает главный врач детской поликлиники городской, Сарачан Светлана Львовна. Сегодня мы с вами поговорим о иммунизации вообще. Если у вас возникнут какие-то вопросы, вы сможете их задать, поднимая руки, чтобы была не лекция, а был какой-то диалог. И, в принципе, вопросы можете задавать любые, даже если они, на ваш взгляд, кажутся вам какими-то странными. Мы сегодня будем, сегодня вообще проходит, вернее, на этой неделе проходит всемирная неделя иммунизации. Раньше это была только европейская, только в Европе, только европейская неделя иммунизации. Потом присоединились многие страны мира и присоединилась к этой акции и Украина. О чем говорится на этой неделе? Дается информация населению, в том числе и студентам, и старшеклассникам, и мамам. И вчера мы были в женской консультации, говорили с беременными женщинами, потому что они ждут своего ребенка, и чтобы они имели информацию, какие есть вакцины, как они действуют, от чего они. В процессе разговоров было много вопросов. Хочу сказать вам, что кроме того, что вы студенты медучилища, вы все будущие родители. И вы вообще новое поколение, которое идет, вот было какое поколение? Нет, 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 как они называются? Индиго, да? Дети Индиго, поколение Индиго. Вы новое поколение. Как вы себя будете называть или как вы себя называете, это, в принципе, очень интересно. Но вы другие, вы интересуетесь информацией, вы ее ищете, и вы умеете ее находить. У вас есть для этого средства. Есть просторы интернета, есть просторы других стран, куда вы можете зайти. Вы можете зайти в любую библиотеку. И если вы хорошо знаете иностранные языки, особенно английский, немецкий, французский, то вы можете очень широко пользоваться любыми информационными, доступными статьями, лекциями, для того, чтобы что-то уяснить для себя, что-то узнать новое, и что-то применять не только в своей работе, но и взять для себя в свою жизнь. Поэтому, если говорить о том, что вы у нас студенты, закончите, кто, вы, получается, практически выпускники, да? Второй и третий, или сколько им еще учиться? Год и два. Год и два, да? То есть вы практически придете в сеть уже на работу и будете использовать это, в общем-то, в своей работе. Вы все знаете, что в Украине календарь прививок – это 10 вакцин, которые получают наши украинские дети. Есть разные календари. Например, Франция и Англия – это 14 и 15 вакцин, которые получают дети. Америка – 17 вакцин. Чего у нас всего 10? Ну, потому что страна у нас не сильно богатая. И, в принципе, несколько лет, вы знаете, чуть предыдущие, если, в общем-то, интересовались или были старшеклассниками, или вам какие-то вакцины не делали, то это потому, что их не было в стране, они закупались в недостаточном количестве. Есть целый ряд вакцин, так называемых рекомендованных, которые хорошо бы делать у нас, особенно тогда, когда сейчас страна испытывает экономические трудности, миграция населения, военные действия. И все это определяет то, что очень легко может возникнуть эпидемия, очень легко заболевания распространяются, потому что вот этот временной период практически у нас отсутствует. Если в средние века где-то начиналась чума, то пока она куда-то там дойдет, проходило много времени. А сейчас это самолет, это поезда, автомобили, если взять в границах одной страны, если взять по миру, то это буквально день-два, и приедет в страну. И та болезнь, которая бушует где-то там далеко, и комара привезут в самолете, который перекусает и разнесет это заболевание. То есть сейчас границы практически стерты. И говорить о том, что если там какая-то новая страшная инфекция, то пока она до нас дойдет, доходит везде очень быстро. Если говорить о том, мы как бы поговорим о детях, сейчас хочу коснуться взрослых. В 7-16 лет в школе из вас делали прививку дифтерия и столбняк. Вот поднимите руку. Кто знает, что он привит от дифтерии и столбняка в 16 лет? Ну, люди добрые, это вообще единицы на весь зал. Смотрите. Кроме того, что у нас есть вот такой календарь прививок, это детский календарь, о котором мы будем с вами говорить, есть еще вакцины для нас, для взрослых. И что вы должны знать? Скажите мне, пожалуйста, в 16 лет вам сказали, что следующая вакцина через 10 лет в 26. Вы знаете об этом? Вот. И, в принципе, самое интересное, это эту вакцину, которую надо сделать через 10 лет, ее нельзя пропускать. Потому что, если вы ее не сделаете в 26 лет, то уровень иммунитета начнет снижаться, и вам потом, получается, придется сделать вакцинацию и следующую ревакцину. Для того, чтобы убедиться в том, что уровень иммунитета достаточен, и вы защищены. Почему этому уделяется такое пристальное внимание? Потому что, к большому сожалению, вы все, наверное, знаете из средств массовой информации о том, что в прошлом году несколько детей заболело тяжело и несколько детей умерло от столбника. И как их спасали всей страной, и как их лечили. И дифтерия все равно существует. И она нигде не делась. И несколько детей болеет ежегодно. Но дифтерия очень интересное заболевание. Оно страшное тем, что, скажем так, дифтерия – это великий янус. Почему? Потому что у нас есть антибиотики. И если бы мы говорили о том только, что вот пациент заболел дифтерией, дали антибиотики и справились с этой инфекцией. Но коварность дифтерийной палочки заключается в том, что она выделяет токсин. И токсин, попадая в кровь, циркулирует по организму и фиксируется на разных органах. И от того, куда этот токсин попадает, и начинаются эти 9 кругов ада осложнений, от которого, в конце концов, пациент или помирает, или становится глубоким инвалидом. Поэтому, если только подозрение на дифтерию, на том, что у пациента дифтерия, надо вводить что? Сыворотку. В принципе, в нашей инфекционной городской больнице так и делается. В чем же сейчас загвоздка? Да в том, что сыворотку делают в России. И сейчас она не закупается. И по идее, даже если ее привезти из России, то она не разрешена к ВОЗу, то есть она официально, ее можно завести, это будет как контрабандный ВОЗ. Она официально не зарегистрирована. А почему ее нельзя завести из Европы или из другой страны, из той же Индии, где делают вакцину АКДС, которую мы все так почему-то боимся? Ответ очень простой. Потому что медицина и законопослушные граждане прививаются согласно календарю в каждой стране. Если у вас есть полностью прививки, то вы этим заболеваем и не заболеете. У нас, конечно, все по-другому. Почему? Потому что, в принципе, агитируем за вакцинацию, говорим о том, что надо вакцинироваться. Только мы с вами. Вот вы сидите все, если вы придете на работу, детские консультации, больницы, центры первичной медико-санитарной помощи, то это будет ваша основная работа. Профилактическая. Казалось бы, ну что такое профилактика? Ну это вообще ничего. Так вот это же и смысл тот. Если профилактически работать так, что дети твои на твоем участке, эти 900 или 800, будут привиты, а если это центры первичной медико-санитарной помощи, то у вас там будет 2000 пациентов. И с каждым вы распишите, когда они приходят. И взрослые раз в 10 лет приходят и говорят о том, что вы здоровые, получают свои прививки. И дети приходят, и соответственно своему возрасту получают привитость по календарю, это будет великолепно. Но у нас есть антивакцинаторы, есть родители просто, которые не обращают на это внимание, есть родители, которым дети все равно. У них свои какие-то, мы их называем социально дезадаптированные, социально неблагополучные, но у них свои какие-то проблемы, дети для них не важны. Бегают там они, ну и пусть они бегают. Их никто не прививает. Как реагируют в других странах? Ведь в принципе люди, по идее, везде одинаковые. Это принципы страховой медицины. И мы с этим как-то столкнулись, когда была делегация нашей Украины, в первый раз мы столкнулись, когда были на анатологическом центре Тель-Авива, поехали туда смотреть, питание для глубоко недоношенных детей. Поскольку вы знаете, что миграция в Израиль очень большая, там практически все разговаривают на русском языке. Докторный анатолог, он был из Петербурга, и мы с ним разговаривали, и говорили, вот ВЦЖ, а мы вот бьемся, а там еще и гепатит надо делать, а как же вот это, а у вас сюда приходят на осмотр ребенка, евреи, которые хасиды называются, прямо в вот этих своих, как они называются, такие шляпы, да, с пейсами, и в обуви, и никто, и ничего, смотрят через два часа на своего новорожденного ребенка. А доктор говорит, вы знаете, вопросы вакцинации меня вообще не волнуют, я к этому никакого отношения не имею. Тут мы уже, так сказать, остановились, и раскрыли, а почему? Ведь мы же все имеем. А потому что у них страховая медицина. И если вот, если вы уже педиатрию учили, то вы знаете, по нашим приказам, сколько раз за год должна посмотреть медсестра и доктор ребенка первого года жизни. 9 раз смотрит доктор, 14 раз медсестра. Так вот, страховая медицина включает в себя все вот эти осмотры. Но, если ты подписываешь страховку с этой семьей и с этим, по этому ребенку, то семья по страховке платит 10 шекелей, да? А родители говорят, а мы вот такие убежденные, и ничего мы не будем делать ни одной вакцины. Ну, нет проблем, не хотите, не надо. Но, один визит доктора стоит 64 шекеля. Вот и все. Или год полностью пансион со всеми прививками, со всеми осмотрами медсестры и доктора за 10 шекелей, или один визит, один визит 64. Все. О чем бы мы ни говорили, мы всегда говорим о деньгах. Потому что в этом принципе и заключается отношение к нашему здоровью, и я это говорю вам. Если вы сами не будете беспокоиться за свое здоровье, если вы сами не будете вести какой-то здоровый, выбранный вам образ жизни, то это будут ваши проблемы, но это будут ваши деньги. Если вы сделаете все прививки, то вы не заболеете теми страшными заболеваниями, от которых вы можете умереть или стать инвалидом. Теперь, скажите мне, пожалуйста, какое есть заболевание, от которого лечения нет вообще? Бешенство. Правильно, бешенство. Смотрите, у нас же всегда колотится тогда, когда уже все случилось. И случается оно, ну, скажем так, 50% где-то незнакомая кошечка, собачка или еще какой-то какой-то грызун, который живет или дикий, или где-то вот крыса укусила, там какие-то мыши поцарапали, особенно детей, или на охоте. Поехали все на охоту, да? Убили какую-то лису, никто не смотрел и не подумал, что она так плохо бежит. Может, она нездорова, попали в нее. Ну, все охотники сели и что начали делать после удачной охоты? Праздновать, да? А кто-то один самый сознательный или почему-то он решил эту лисицу снять с нее шкуру и порезал себе руку. И все, что нужно? Нужна экстренная профилактика от бешенства. И мало того, я хочу вам сказать, ее надо получить четко оговоренные временные вот, временные дни, потому что если ты заболел, был у нас случай, когда долго возили ребенка со стационара в стационаре, но он не ребенок уже он был, он был молодой тракторист, скажем так, парень, который не успел уйти в армию. И он погиб от этого страшного заболевания. Что еще может быть? На что не обращают внимание население и что вы обязательно должны говорить своим пациентам? Если поранили руку, разделывая, снимая шкуру с какого-то дикого зверя или какая-то неизвестная собака напала на вас или на ребенка и если она пропусила кожу, тогда если это известная соседская собака, то сначала оставьте на 10 дней эту собаку понаблюдать, спросите у соседа, какие прививки получила эта собака, если она в течение 10 дней живая, то и вы будете жить. Если это дикая собака или если это агрессивная собака, то вы даже не ждите этого. Самое важное, что посмотреть, какое это животное есть у него бешенство или нет, можно только когда. Что ему надо, что надо сделать с этим животным? Ну, это поднести воды. А вот анализ получить, бешенство или нет? Правильно. Это животное надо только умертвить, потому что только головной мозг надо взять на исследование для того, чтобы получить положительный или отрицательный результат. Еще одно. Если кожа не прокушена, если была какая-то кофточка или какая-то курточка, но дальше рука или лицо или любая часть стена ослюнена, считается, это приравнивается к тому же укусу. Этот участок тщательно промывается, но опять же, если это животное неизвестно, то экстренная профилактика проводится и в этом случае обязательно. Теперь я хочу вам сказать, что есть еще прививки, которые используются либо на эндемических территориях. Вот если что у нас сейчас весна началась, чего мы боимся? Клещей мы боимся. Ну, наверное, вам уже рассказали, как их надо доставать, куда их нести, в какую лабораторию, чтобы обязательно посмотреть, здоровый ли это клещ или у него есть энцефалин. Тогда в этом месте обязательно производится это вот вакцинация по эндемическим показаниям. Когда-то у нас был в Одессе брюшной тиф. И никак мы не могли с ним, с этим брюшным тифом бороться. Вся инфекционка была забита бомжами. В общем-то и закончилась эта эпопея, которая длилась, ну, наверное, скажем, больше, чем полгода. Месяца в девять, да? Закончилась она тем, что была закуплена вакцина. Все бомжи были организованы и привиты. И после этого брюшной тиф закончился. То есть вот такая ситуация, которая требует не только как бы решительных организационных каких-то мероприятий и лечить, но еще и обязательно закупить эту вакцину. есть еще у нас рекомендованные вакцины, которые мы можем рекомендовать своим пациентам, но их нет в календаре обязательно и их надо покупать за деньги. Вот какие это вакцины, кто из вас знает? Что у нас сейчас опять началось? Спала корь, да? Немножко тише, мы ушли уже от гриппа, практически закончился эпиз сезон гриппа, и что у нас началось? Не, подождите до ветрянки. Кто из вас подрабатывает или был на занятиях в инфекционной больнице? Что у нас? Какие теперь дети туда поступили? Много детей таких поступило. Ротовирусная инфекция. Ротовирусная инфекция поднимает голову тогда, когда приходит тепло. И поднимает голову тогда, когда начинается лето. И в наш город герой приезжает очень много отдыхающих. И куда они сразу идут со своими детьми? На море. И сразу после этого море, мало того, что они их все там пообжигали, они все получили, перегрелись, получили ожоги первой степени, они еще в прибрежной волне, особенно если прошел дождь и говорят им по всем средствам массовой информации, пожалуйста, не ходите сегодня, потому что пляжи закрыты после дождя. Но как же не ходить? Все сидят на море, время идет, деньги заплачены. И тогда вечером они уже куда все едут? Дружно едут в инфекционную больницу, потому что температура, потому что тошнота, потому что рвота и понос, и все одновременно. И, конечно, такие дети нуждаются не только в обильном питье, но и иногда вливание и все остальное, что в этом деле положено. Ничего бы не было, если бы нашим детям была сделана прививка от ротовирусной инфекции. Она рекомендована очень детям, особенно уязвимым вот этим группам. Это дети первых пяти лет жизни. И если они ее получают, то тогда, конечно, все обходится и они могут сидеть в этом море спокойно. Еще какие вакцины рекомендованы? Что у нас еще днемококковая вакцина, да? Она рекомендована не только детям, она, оказывается, еще рекомендована людям пожилого возраста. Делается она в 117 странах мира. И очень интересно, что эти 117 стран, как бы дети, это одна группа, особое внимание уделяется людям старше 60 лет в разных странах по-разному. Турция там, по-моему, 65, вот Италию я запомнила, 75, они считают, что пожилые люди, это уже после 70. И в принципе этот привинар есть 13-компонентный, есть 7-компонентный, есть самая последняя вакцина, которые делают 23, набор антигенов 23. Самое интересное, что все в процессе наблюдения за действием этой вакцины, потому что она недавно в принципе применяется, срок применения ее где-то там 20-25, до 30 лет. Вот. Они сильно переживают, что если ввести всего один раз вакцину взрослым этим людям, но у которых еще есть какие-то хронические заболевания, сердечные, почечные, легочные, особенно люди, у которых есть тяжелая хроническая патология легких, бронхиальная астма, они переживают, что однократное введение через 5 лет дает уже стойкое снижение иммунитета, его надо подпереть. Ну, я хочу сказать, что если наша страна разбогатеет и мы сможем своих бабушек и дедушек обеспечить и особенно нездоровых людей этой вакцины, это будет очень существенный прогресс. Какие вы еще знаете интересные рекомендованные вакцины? Что у нас было зимой? Ну, правда, не было эпидемии в прошлом году, когда мы потеряли больше 40 пациентов. Грипп. Грипп. Грипп, рекомендованная вакцина, она не закупается за государственный бюджет, она закупается за местные бюджеты, за бюджеты работодателей, вы это четко знаете, что если в принципе клиника очень дорожит своими сотрудниками, то она должна найти деньги, закупить эту вакцину, и все медики, потому что вы всегда находитесь на острие атаки, вы первые контактируете с больными пациентами, вы должны себя защитить, вы должны получить эту защиту, вакцинацию от гриппа. Лучше всего его конечно делать в сентябре, но в сентябре как обычно у нас эти вакцины не поступают, вот в прошлом году они поступили в конце октября и ноября, но в принципе мы пошли и привились, не стоила эта вакцина 173 гривны, потому что мы ее купили за свои деньги, но 173 гривны за вакцину это намного меньше, чем потом покупать суммамет за 260 кучу еще всяких медикаментов болтушек и всего прочего капли в носы и всякие брызгалки потому что горло тоже и кашель и лежать пластом целую неделю с температурой и с интоксикацией и еще скажу вам дорогие коллеги кому эту вакцину можно делать кому вы порекомендуете обязательно защитить себя осложнение мы уже сказали это группы хронические они должны быть вакцинированы разными вакцинами а это от гриппа вакцина какая она она инактивирована вакцина от гриппа это продукт генной инженерии кому мы можем ее делать беременным женщинам и когда начинается эпидемия и когда эта эпидемия набирает обороты такие как были в 2009 году когда по Украине погибло очень много беременных женщин в том числе у нас одна в Одесской области я хочу вам сказать защитить беременную женщину и ее внутриутробного ребенка поможет эта вакцина и даже если начинается эпидемия но беременная более-менее думает о себе и не ездит в общественном транспорте и не работает продавцом на базаре или в магазине то и в эпидемию гриппа ее надо вакцинировать и вот эти 2-3 недели она более-менее ограничивает свой круг общения и посещение общественных мест и она защищает себя защищает себя тем самым и своего будущего ребенка от того чтобы не заболеть гриппом так думайте над вопросами сейчас Светлана Львовна вам расскажет да я слушаю вот вы сказали про вакцину против гриппа я видела в продаже много ездить против гриппа типа А но вирусы они же мутируют очень быстро и от одного к другому но уже если вакцинироваться от гриппа которую сделали когда-то не попадет именно вот тот самый набор штаммов набор штаммов корригируется каждый грипп и рекомендуется вакцины каждый год и рекомендуется вакцины тем в набор которые входят вот если в этом году у нас циркулировал и был грипп А и грипп Б то та вакцина которая была в оксигрипп она и вместила эти антигены а еще у нас была хорошая вакцина Джесси Флю которая была производства Кореи в оксигрипп была классная вакцина французского производства которую в общем-то у нас было больше всего в Одессе и в принципе ее не использовали у меня вопрос какие вакцины какой страны лучше применять вот именно для наших украинских вопрос очень интересный значит смотрите для того что надо для того чтобы сделать вакцину приготовить приготовить вакцину приготовить чтобы взять ее в руки и сказать вот эта вакцина огромные деньги огромные деньги потому что для того чтобы изготовить эту вакцину надо пройти очень много этапов надо пройти и чтобы это было я честно говоря здесь вам принесла вот безопасность вакцинации чтобы прошли многие степени проверки если где-то что-то не то вся партия отстраняется поэтому поэтому только некоторые страны могут себе позволить производить вакцину только некоторые страны если мы смотрим сейчас по Европе Бельгия институт Луи Пастер Франция они еще расположены в Европе это огромные концерны которые на производство вакцин тратят миллиарды и то что сейчас делает тот же Билл Гейтс который вкладывает деньги и в производство вакцин они делают эти огромные супер заводы где это все производится делают в Индии вот там производится вакцина КДС то это не те воды Ганга после сжигания вот какого-то пращула это огроменные заводы с технологиями которые принесены туда и работают там очень высоко квалифицированные люди и мало того оно все контролируется так что с немытыми руками туда индус не зайдет вот поэтому если говорить смотрите все боятся КДС и говорят что вот эта Индия она реактогенна да она будет реактогенна потому что я говорю вам как студентам медицинского учреждения что туда входит цельноклетка кашлюка кокруша вот если она инактивирована в пентоксиме гексоксиме инфандрикс гекса там нет такой реакции цельноклетка дает реакцию это же кусок чужеродного белка который вводится в организм что делают все наши защитные клетки они быстренько бегут и начинаются начинают бороться тем самым вырабатывая тот же иммунитет который нам нужен поэтому реакция на АКДС вся очень внимательно вам как медикам которые расскажут маме даст вот прежде чем подписать информованную сгоду вы всегда должны пациенту объяснить очень доступно что бы ему не делали вакцину укол осмотр разрез вскрытие какого-то гнойника если вы где-то будете работать на первичке хирургическом кабинете любой укол какое-то исследование там не знаю что вы там да просто вы ему промывание желудка будете делать это тоже вы уже внедряетесь вы уже работаете с его организм что-то вы делаете пациент у вас должен подписать информированное согласие если пациент госпитализируется в стационар то он снова же подписывает что он согласен пройти все эти исследования которые ему назначит врач и он согласится соглашается на то чтобы у него взяли кровь залезли к лему вену потом дальше что он пойдет на операцию и вы должны это знать потому что доктор скажет историю закон а вы идете и все это читаете и в присутствии доктора подписывается это информированное согласие то же самое это информированное согласие подписывают родители когда делают вакцинацию вы им должны все рассказать об этой вакцине чтобы у них вопросов не возникало то есть вакцина кдс цельноклетка коклюша она может дать местные реакции это болезненность еще запомните одно попу вакцина ребенку не делается для этого есть бедро поэтому в месте введения вакцины может быть покраснение болезненность гиперемия отек может быть подъем температуры у ребенка до субфибрильных до фибрильных цифр в зависимости от того что это за ребенок может начаться судороги все это вы маме рассказываете и рассказываете что после того как ей будет произведена вакцинация уколы она 30 минут сидит вот здесь в поликлинике и вы видите ее потом она идет домой до контакта своих оставляет потому что если что она позволит своему доктору и вы ей говорите если поднимется температура выше 38 градусов и это будет ночь мама вызывает что скорую помощь вот такие вот особенности проведения вакцинации конечно хорошо когда никакой реакции нет но это с другой стороны ненормально ведь иммунитет у ребенка должен выработаться правда еще одно если вообще ни на одну вакцину нет никакой реакции то надо проверить напряженность иммунитета у этого ребенка почему что может быть у этого ребенка правильно какой-то врожденный или приобретенный иммунодефицит и тогда все вакцины наши абсолютно бесполезные потому что ответа у этого ребенка не будет никогда тогда это диагноз и особые условия жизни этого ребенка потому что он у вас уязвим можно еще вопрос допустим в качестве вакцины мы не сомневаемся принимаем рекомендуем было гейтсов но вот допустим в какой-то деревне Невнеополеновка выключился свет а у него была закуплена вакцина и она же застояла в холодильнике ну или они все выбросят или не знаю там она испортилась вопрос конечно интересный и поэтому люди сомневаются сделать своим детям прививки потому что у нас то обесточилось правильно правильно то есть мы вообще не уверены в церковь хранения допустим если ее уже хорошо а дальше она уже деревом стояла непонятно после того нет подождите это да совершенно правильно это называется холодовый лансюжок или холодовая цепочка правило доставки мы в общем-то сделали максимально все чтобы это было правильно и чтобы это сохранялись каким образом ну доставляется вакцина с центра Укрвак это Укрвакцина в Киеве куда она прилетает самолетами да потом она грузится в специальную машину которая как холодильник привозится в область раньше когда у нас в областной детской клинической больнице не было нового склада который есть практически самый лучший в Украине на него ушло на постройки я просто это знаю 3 миллиона денег потому что подобный такой вот в 13-м году санэпидслужба передала лечебным учреждениям вакцины им когда мы в общем-то получили эти склады со старыми при старыми ребристыми холодильниками часть из них работала часть из них то стало очень грустно а тут у нас была поездка Днепропетровск и мы увидели как они классно вот в таком допустим зале как ваш поставили на потолки два огроменных кондиционера датчики на дверях без окон это было помещение и температурные датчики на входе и на выходе как она хранится при какой температуре она должна храниться при какой температуре должна храниться вакцина молодой человек вы улыбались скажите мне да запомните на всю оставшуюся жизнь плюс два плюс восемь вот этот вот диапазон плюс два плюс восемь и когда мы увидели вот это классное огромное помещение то у себя в запущенном помещении на территории областной детской больницы мы сделали классное такой вот склад там есть несколько комнат там стоят огромные лари потому что полиэмилитная вакцина заходится в глубокой заморозке ее потом партию достают размораживают и дальше она уже полгода сроки использования хранения плюс два плюс восемь есть городской склад по типу такого же куда из области забирают вакцину для города в городской склад и дальше раздают по территории детских поликлиник которых у нас в городе восемь так вот в детских поликлиниках стоят холодильники где находится вакцина и в каждом лечебном учреждении находится запасной источник питания который на случай отключения электроэнергии подключается для того чтобы не допустить повышения температуры еще одно если вы будете работать в районах или в том же селе о котором вы говорите как сохранить температуру плюс два плюс восемь в этом холодильнике где лежит вакцина генератор на дизеле ну генератор на дизеле это очень хорошо он стоит не одну копейку а самое простое потому что дядя Вася ремонтник сказал что вот там где-то украли провод и ему надо до завтра он починит это натянет но вот вам надо сутки без света что надо сделать и вы знаете что вот у вас завтра не будет света скажите еще заберу их домой и положу в личный холодильник да но у вас тоже дома света не будет поэтому есть хладоэлементы которые где у вас лежат в морозилке и по мере того как вот это проходит время а самое простое если у вас нет хладоэлементов что бутылка с водой полторушка вы ее набираете в морозилку замораживаете и вот у вас хладоэлемент который позволит сохранить температуру в этом холодильнике конечно если что-то случается и вы знаете или вас предупредили или вы не знаете насколько обязательно докладывается главному врачу если есть вот тот генератор о котором вы говорите он переключается или переносится вакцину туда где он подключен либо же ищется какой-то дополнительный источник это уже ЧП для того чтобы вакцины не разморозились не перегрелись да вот так все Светлана это уже окончательная попытка номер 3 ну во-первых я очень рада что мы здесь находимся с Анной Петровной что вы все такие молодые все такие красивые все такие одухотворенные я надеюсь что кто-то из вас дальше будет учиться кто-то из вас станет врачами кто-то станет помощниками врачами кто-то где-то будет устроена работа это все придет как говорится с опытом все вот эти моменты такие которые вы спрашиваете там холодовая цепочка вот эти бутылки банки это все потом придет с опытом главное что мы хотели сегодня вам донести чтобы вы сами поняли суть вакцинации что она нужна что только с помощью вакцинации мы все выживаем в этом мире скажем так да если вы будете нести правильные идеи правильные мысли своим тем родителям которых вы будете наблюдать тем детям которых вы будете смотреть тогда дальше все будет получаться у нас хорошо в стране то есть я так понимаю что правильные мысли несут нашей стране это врачи медсестры и учителя вот это та прослойка населения которая пытается выдержать на своих плечах вот эту интеллигенцию поднять чтобы мы как-то более-менее правильно жили поэтому я вот со своей колокольни как практически скажем врач как главный врач первой детской поликлиники которая начинала работать участковым врачом вот я вам хотела просто рассказать поэтапно в чем будет заключаться ваша вот именно ваша работа как медсестры вот у нас в Украине есть такой приказ МОЗ Украины от 11.08.14 года номер 551 и в этой маленькой книжечке так слышно как я говорю или не очень чтобы я вам показала и в этой маленькой книжечке это вот настольная книга будет ваша когда вы придете кто-то придет на работу в детские поликлиники или в центре первичной медико-санитарной помощи и у вас под наблюдением будет от 800 и выше деток скажем так детки будут разного возраста и вот согласно этой книжечке вы будете вы как медсестра которая работает на участке с врачом медсестра планирует план прививок на каждый месяц каждому депритированному возрасту деток в этой книжечке очень умная очень маленькая но очень умная книжечка вот тут написан график профпрививок те которые получают детки согласно возрасту вот ребеночек родился в роддоме в первый день ему делают гепатит B на второй день на третий-восьмой день он получает вакцинацию от туберкулеза есть этот ребенок здоров и мама здоров если бы до этого ребенка нету какого-то иммунодефицита то есть вы понимаете уже вакцина есть живая вакцина есть неживая вакцина есть моно вакцина есть поливалентная то есть все это вы будете как это в процессе жизни узнавать понимать но главное что вы поняли что вакцину делать надо какую-то вакцину мы делаем один раз допустим в год потом ли вакцинация идет в 6 лет это корь паратит краснуха это все в одном шпице какие-то вакцины мы делаем 3 раза. Допустим, в 2, в 4 и 8, в 6 месяцев мы делаем дифтерию, коктюш и столбняк. Это вот тут так написано. Но ту вакцину, которую мы получаем, которая бесплатно должна быть у нас в поликлиниках, она бывает разная. Ну, вот Петровна говорила такие красивые слова, пентоксим, инфанрикс, гексоксим. Вот все это АКДС, только она называется по-разному. И разные страны выпускают эту вакцину. Что мы получаем, то мы имеем. Пока мы не можем закупить наша страна, но она настолько пока богатая, надеемся, что пока вы вырастите, все будет по-другому. Но пока мы закупаем или даже получаем те кусочки, которые остаются от закупок. И поэтому какое-то время у нас есть вакцина, какое-то время у нас нет вакцины. Но все равно вы как медсестры, вы планируете детей. Вот в этой книжечке написано, как правильно делать вакцину. Вот ребенок родился, он все получил правильно. До года он привит 3 АКДС, получил 3 полиэмилита, в год он получил корь-паратит краснуху, у него есть дифтерия, у него есть туберкулез, он получил ВЦЖ вакцинацию в роддоме. Он все прекрасно привит. Но есть же такие детки, которые до года вообще не прививаются. Или мама отказывается, или какие-то медпоказания, противопоказания. И в этой книжечке расписано все. Как мы должны деткам делать вакцину правильно, как деткам делаются прививки с отступлением от графика, какие сроки мы делаем, когда, что. То есть это ваша будет такая вот книжечка, с которой вы спите, будете спать сначала. Потом, конечно, все это придется опытом. Главное, чтобы вы поняли, что такое прививка, что она нужна нашим деткам, и что ее надо обязательно делать. И правильно разговаривать с родителями. У нас вот... Почему возникла вспышка кори, скажем так, да? Почему она возникла? Потому что наши детки были не привиты от кори. Наши детки не получили вакцинацию в год. Наши детки не получили вакцинацию в 6 лет. Наши детки пошли в контакт, пошли в детские сады, пошли в школы. Все. Нету у них защиты от кори. Кто-то пришел, кто-то принес, и все. И пошла цепочка. Почему наши мамы болели, понимаете? Вот интересная такая была... Мама рожает ребеночка, первая заболела мама. Ребеночек не заболела, мама заболела. Да потому что мама не была привита в свое время. Потому что мама, вот как вы не знаете, что вы имеете, какие прививки, понимаете? То есть то, что... Чтобы быть здоровым, надо знать, что у вас есть. Не зря мы встали все дружно и всеми поликвиниками пошли и сделали сейчас АДСМ, которое делается раз в 10, через 10 лет. Вот вы получили в 16 лет, потом в 26, в 36, и до конца жизни, пожалуйста, раз в 10 лет вы должны сделать ДСМ. Дифтерия в столбнях. Ну, тогда вы защищены. Тогда вы знаете, что вы защищены. А если вы не знаете, что вы имеете, значит пошли, мы взяли свои привычные карточки и посмотрели, что у вас есть. И быстренько пошли и сделали прививочку, чтобы были уверены, что вы завтра не забрели эти дифтерии. Как только началась вспышка от кори. Боже, сколько нам стоило усилий, да? Мы работали сутками, работали выходные дни, работали суббота-воскресенье для того, чтобы максимально привить количество детей. Такого количества, как мы привили за какой-то месяц-полтора, мы не привили за течение двух лет. Когда родители поняли, что это действительно страшно, и что детки умирают, тогда они пошли делать прививки. Но зачем до этого ждать? Надо убедить родителей. Вот вы приходите, первый ребеночек выписался из роддома, и вы уже в течение первых трех дней должны быть у нее дома. Вы должны познакомиться с мамой, познакомиться с ребеночком, познакомиться с папой. И первые же вот три дня вот эти вам дается, понять друг друга, услышать друг друга, чтобы они вам доверяли. Вы должны так себя вести, чтобы вам доверяли родители. Тогда эти родители придут к вам с вопросами. Они будут смотреть там каких-то антивакцинаторов, слушать, понимаете? Они к вам придут с вопросами, а вы будете красивые, грамотные, знать все, что правильно, и все им правильно рассказывать. Тогда у нас все будет получаться. Тогда у нас будет здоровье детки. Давайте я еще раз расскажу, как работать в общественной армии. Уважаемые коллеги, я хочу вам сказать, что вот много лет работая с родителями, в чем-то их и выждая, мы уже, а потом еще в ЮНИСЕФ выделила деньги для того, чтобы в Украине провести целый ряд тренингов для медработников, для школьных врачей и медсестер, для родителей о том, чтобы убедить и рассказать, что такое вакцинация и развеять мифы. Но, вы знаете, сколько мы не бились сами вот напрямую с родителями, но ничего не получалось. Поэтому в Киеве, и у нас, в принципе, в Одессе филиал тоже есть, есть такая общественная организация «Батьки за вакцинацией». Это папа, которого фамилия Тимофей Бадиков, имея маленького ребенка, он такой человек инициативный, собрал вокруг себя других родителей, и создали они общественную такую организацию «Батьки за вакцинацию». Вы их можете найти в Фейсбуке, пожалуйста, посмотрите, посмотрите материалы, которые они, которые они, и что они там о чем говорят. Это намного эффективнее, чем просто нам что-то им рассказывать о том, как это необходимо. Когда говорят родители между собой, они слушают друг друга намного, намного лучше. Что я еще хочу вам сказать? Вот, коллеги, ну не разговаривайте между собой, я вас перекричу, не переживайте, но мне так тяжело. Давайте мы с вами еще 15 минут договорим, и все разойдемся или еще спрашивайте что-нибудь. Я вам такой анекдот скажу. Спрашиваю, почему вы не хотите делать прививки? Потому что от прививок умер мой дедушка. Он что, умер от прививок? Да он выпал с седьмого этажа. Но вот, но умер он, этот дедушка. Поэтому говорить о том, надо ли делать прививки, или не надо делать прививки, если вас будут спрашивать. Вот смотрите, сто лет назад нас был один миллиард. А сколько нас сейчас? Кто мне скажет? Семь с половиной. Семь с половиной миллиардов на этой круглой земле. А как же мы так хорошо размножились и сохранились? Почему? Что появилось за эти сто лет, которое позволило нам жить и, в принципе, увеличиваться до семи миллиардов? Антибиотики. Правильно, две очень важные, два очень важные открытия, которые произошли в мире. Это вакцины и антибиотики. Потому что вакцины закрыли человечество от тех инфекций, которыми мы можем управлять. То есть, если ты сделал вакцину, ты не заболел. И это, от этого ты не умер. И антибиотики, которые, в принципе, излечивают от многих воспалительных заболеваний, от которых народ умирал, так сказать. Ну вот, если раньше была пневмония, у той же Веры Холодной, которую мы все любим и знаем, что она жила в Одессе, но она умерла от пневмонии. Потому что лечить ее... А что она еще не хотела делать? Знаете, что она не хотела делать? Кто знает? Вообще, кто знает, кто такая Вера Холодная? Актриса немого кино, которая была очень красивая и любила себя очень. И что она не позволила себе делать во время заболевания? Ставить банки, потому что они испортят ее нежную кожу. Вот такой вот маленький у нас. Вот. Поэтому... Если... Давайте мы найдем... Включите мне вот этот-то Юнисеф-вакцин. Второй или первый номер? Не-не, следующий. Следующий. Вот такой вот. Вот этот. Ага. Все страшные болезни, эпидемии были остановлены благодаря своевременной вакцинации. Курь, куклюш... На наших экранах вот наши городские каналы и мы им отдали, чтобы это сейчас прошло. Смотрите. Первое. Липовые справки. Это же классно. Не делать вакцины. Дать тебе 200 гривен этому педиатру замученному, который бегает по участку, и он тебе за 200 гривен напишет, что ты все прививки получил. И, в принципе, такое и есть. Такого много. Но... Вот подумайте сами. Вы собрались ехать на работу за границу. У вас есть липовая справка. Либо вы уже взрослые родители, у вас есть ребенок, и у него есть липовая справка. Либо у вас есть младший брат, 7-й, 8-й, 9-й класс, у него есть липовая справка. А он летом поедет куда у вас? В лагерь, да? Он поедет в лагерь, может быть, в наш лагерь, да? Вот здесь вот где-то на берегу или в Карпаты. Там вот есть очень много... Наш Артек там уже в Карпатах есть. А если он уедет в Германию, в спортивный лагерь, для того, чтобы учить язык и заниматься там спортом, и гонять на велосипеде, и все. И этот ребенок с липовой справкой упадет. И разобьет он и локоть, и колено, и рана грязная, и что? Что дальше делаем? Что надо сделать, если рана грязная? Промыть. Правильно. И то же самое. Немцы сразу посмотрят карточку, увидят, что он у нас весь получил прививки, и от столбняка в том числе. Рану промыли, первичная обработка, повязку наложили, или даже не повязку, а пластырем закрыли, и все, и иди. Но поскольку это земля, а возбудители столбняка сидят в земле, то они под этой повязкой, которая, или под этой пластырем, начали размножаться. И ребенок, что дальше, заболевает столбняком. И теперь спрашиваем, а что делать? А что немцы сделают? А ну что, что, что? А что они еще сделают, кроме того, что отправят? А они в суд подадут. И будут абсолютно правы. Потому что, во-первых, подложное, подлов медицинской документации, вы их обманули. Во-вторых, вы травмировали их психику тем, что ребенок заболел, ему ничем не помогли, потому что вы их обманули. И если ребенок даже умрет, они будут сочувствовать этим родителям? Нет. Вот такая интересная история. Поэтому, вот вам справки, которые написаны. Никто не думает о том, что за этой справкой дальше стоит. Зимой у нас была зимняя школа по вопросам иммунизации всеукраинская. И приезжали к нам на эту школу и иностранцы. И мы разговаривали с нашей суверенной Литвой, которая вступила в Евросоюз, которая реформировала свою медицину. Но, как они сказали, с 2003 года они ее реформируют до сих пор. И мы спросили, скажите, пожалуйста, мы так и ждали, потому что приехал их главный санитарный врач, который осуществляет надзор над вакцинацией. Мы их так ждали, спрашивали, скажите, сколько у вас, какой процент вот этих вот справок липовых, которые выписывают о вакцинации. И знаете, что они нам ответили? Например? Ну? Они сказали, а зачем? А зачем? Маленькая страна, которая только вступила в Евросоюз, которая туда долго стремилась, языки знает, работы в стране нет. Куда они все уезжают на работу? В Европу. В Америку, в Европу, за границу. А за границу они поедут и примут их на работу без вакцинации? Нет. А если они липовую справку подсунут, где они будут? В своей суверенной Литве с отметкой визы не получать, не выдавать им? Никогда. Поэтому все привиты справок липовых никто не выписывает, все сознательные, потому что это их жизнь, а потом это еще немного их гонор. Их же взяли в Евросоюз, они же члены Евросоюза. Какие липовые справки? Вот такая вот интересная история с этими липовыми справками. Теперь хочу вам два слова сказать по поводу комбинированных вакцин, о которых мы говорили. То есть вот эти 10 вакцин, которые закупает наша страна Украина и бесплатно бесплатно вводит нашим детям. Кстати, вакцинация взрослых, вот эти наши дифтерии столбля, она тоже бесплатная, потому что некоторые взрослые забыли, спрашивают, где ее получат и где ее и сколько она стоит. Бесплатно в любой поликлинике, которая сейчас называется Центр Первичной Медико-Санитарной Помощи прийти и сказать, что я хочу вакцинироваться, что вот 10 лет прошло или 25 лет прошло, вас все равно сделают эту прививку. Есть ли эти прививки у нас в городе? Да, я могу сказать вам есть, и этих вакцин для взрослых, то есть для нас с вами, их больше 30 тысяч. 36 554. Есть ли вакцины у нас от кори, паратита и краснухи? Да, их 3,5 тысячи. И сейчас в Украину прилетело 800 тысяч вакцины КПК, которые закуплены Юнисепом. Я как бы недаром подчеркиваю вот этот вопрос Юнисеп, потому что люди, закупая вакцины в 134 страны, они не купят какую-то нам просроченную еще какую-то негодную вакцину. Почему? Потому что это довольно богатая организация, которая своим имиджем и своим тем, как к ней относятся в мире, они не позволят и не будут торговать. То есть это специалисты, это профессионалы. Еще одна. Вакцина БЦЖ. Скажите мне, пожалуйста, вот два слова. Защищает ли вакцина БЦЖ от туберкулеза и когда ее надо делать? Значит, смотрите, вопросы какие возникают. А почему мы делаем вакцину БЦЖ на третий и на четвертый день после выписки из роддома? А вот, например, в Японии ее делают шесть месяцев. Какой ответ на это? Молодец. Какая умная, наверное, отличница. Значит, в Германии больше не делают. Смотрите, все зависит от того, сколько народа в стране болеет туберкулезом. Украина у нас где? Не, не, не в конце. Мы находимся в каком состоянии? Украина находится уже много лет в состоянии эпидемии туберкулеза. Причем, если раньше считалось, что туберкулез это болезнь бомжей, разных там наркоманов, разных деклассированных элементов, все, нет социального признака у этой болезни. Мы с вами можем заболеть все. почему надо вакцинировать первую неделю жизни, пока ребенок нигде не проконтактировал с этим туберкулезом, то есть, чтобы ребенок был здоров, то есть, стерилен. Мы ему делаем эту вакцину ВЦЖ, и два месяца у него вырабатывается иммунитет. Вы должны что сказать, если вы будете в роддоме или на участке мамы? Что если в семью вернется из каких-то дальних мест заключения какой-то родственник, то он, и в него, не дай бог, есть туберкулез, чтобы он близко не был возле этого дома. Почему вот обижаются члены семьи, да зачем нас заставляют делать флюорографию, приносить справки о здоровье? Именно для этого. Потому что если ребенок, которому сделали прививку БЦЖ, проконтактирует с больным туберкулезом, то в это время выработки иммунитета за эти два месяца он просто сгорит. Он умрет абсолютно. И, понимаете, такое уже было и не раз. Защищает ли ребенка полностью эта вакцина от заболевания туберкулеза вот спустя несколько месяцев, когда иммунитет этот уже выработался? Мы не можем сказать, что 100% защищает. если на него будет постоянно большая нагрузка вот этого вот возбудителя, этой палочки коха каждый день набрасываться на него, он заболеет. Но этот ребенок не получит тех тяжеленных осложнений, от чего они умирают на первом году жизни. Он не получит менингита, он не получит поражения костей и он не получит что еще? Да, остеомелита он не получит и главное, что он не получит менингита. Когда у нас несколько лет назад не было вакцины БЦЖ, то у нас к большому сожалению два года подряд погибало по одному ребенку первого года жизни, потому что без этой вакцинации осложнение буквально через неделю, две, десять, до месяца и все. И этот ребенок уже тяжеленный. И вытащить из этого состояния конечно очень тяжело, поэтому вакцина БЦЖ защищает ребенка от смерти и от инвалидности. Теперь мы говорим о том, что если кто-то из вас, кому из вас нет 18, так много вас хороших. А все вы получили вакцинацию КПК? Коль, паратит, краснуха все вакцинированы? Значит смотрите, сейчас получили разрешение Министерства здравоохранения о том, что детей до 18 лет, которые не получили в свое время вакцину коль, паратит, краснуха вакцинировать. И дальше они подали документы на рассмотрение, чтобы из этой вакцины, которую мы сейчас получаем, вакцинировать и взрослых. Потому что сейчас, на последнее время, детей мы привили, 95% деток на конец года мы закрыли вакцины, начали болеть взрослые. А взрослые болеют очень тяжело. 20% от общего количества, это сухая статистика, а сухая статистика, она самая правильная. Из 100 заболевших, 20% это 25 человек имели пневмонию. И прочие осложнения, и взрослые больные болеют гораздо тяжелее, переносят эту корь, чем переносят его дети. поэтому, если пройдет эта постанова на Кабмине и все проголосуют за это, и они как бы подпишут эту постанову, то мы еще будем прививать и взрослых, те, которые не привиты и не болели корью, потому что кто переболел, у того есть пожизненный иммунитет. Но к большому сожалению, если это уязвимые контингенты, а это хроники, то они к большому сожалению, умирают. Вот такая грустная статистика. Еще в этой вакцине, посмотрите, корь это само собой, а такая классная болячка, как краснуха, особенно для молодых девочек, которые собираются в будущем стать матерями. Какая опасность? Врожденные пороки развития плода. Это и выкидыши, и это рождение ребенка с тяжелыми пороками развития. Но если он не умрет, то это тяжеленный инвалид, который ложится бременем на семью, а уже в принципе история этих семей. Но самые стойкие держатся 5 лет в семье, потом они распадаются. Мужчина не выдерживает, они у нас слабые, они уходят, и остается одна эта бедная женщина, обозленная на весь мир, с ребенком инвалидом. И этот инвалид требует к себе очень много внимания, а именно что нет денег. Это ужас. И конечно наши дорогие мальчики, третий компонент это у нас паратит. Скажите мне, пожалуйста, мальчики, паратит это что у нас, какое осложнение? Паратит это воспаление свинка, околовушные железы, да? Ну, если вы заболели свинкой, какой еще риск? Молодой человек, ну, что вы засыпаете? Да, 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 вот вы свинкой заболели, какой риск? Нет, нет, не умрет тебя свинкой, что будет? А почему? Не спускается, потому что ткань, ткань, слюно, кто учил вот это вот гистологию и анатомию? Ткань железы околовушная, да, слюная железа и ткань яичка, они идентичны и поражается это, и поражается то, и тяжелый архит приводит к абсолютному бесплодию. И знаете, если потом у этого человека кто-то скажет, а уже прошло и там немножко появился какой-то этот сперматозоид, который побежал и оплодотворил яйцеклетку и родился ребенок, нет, это другой сперматозоид, не ваш, чужой сперматозоид. Вот это самое такое страшное, так лучше же, конечно, сделать эту вакцину и забыть о том, что может быть паратит и что может быть бесплодие у мужчин. какие вопросы? Все вам ясно? Спасибо. Ребята, я хочу вам сказать, вы согласны, что если вы вакцинированы, вы умные? Да. Вы согласны, что если вы вакцинированы, вы здоровы? Да. Вы согласны, что если вы вакцинированы, вы красивые? Тогда вот вам эти красивые наклейки Разбирайте А вы фотографировали? Да А вы фотографировали?